всем привет с вами опять я на своем канале ну что два дня я побыл на море поплавал позагорал отдохнул немножко от этого карантинного пребывания дома и не вылазания из среды своей обитания офис дом офис дом вот и вы знаете я как вздохнул новый потенциал энергии как будто вот что-то вот тебя заново возродила это было очень приятное ощущение хотя я море не люблю мне не нравится песок жара солнце меня я сгораю поэтому это не мой это не моё но тем не менее было очень хорошо погода просто отличная тем временем у нас здесь разворачивается баталия между офисом президента и партии шария здравствуйте дорогие друзья сегодня все украинские сми взорвались новостью о недвижимости анатолия шария уж я в европе есть недвижимость это все выдается как супер новость и об этом мы поговорим позже да впрочем я уже дал комментарии стране его они попросили меня опровергнуть я опроверг на самом деле потому что было указано что недвижимость стоит миллион я опроверг сказал плюс минус 3 миллиона ну а теперь о главном теперь я вам расскажу о том как это все делалось вы готовы да смотрите вот это вот заявление было написано несколько часов назад в мосос это испанская полиция в данном заявлении некто александр золотухин указывает на то что он получил заказ на политическое убийство политика и блогера анатолия шария заказ им получен как он указывает людьми которые имеют непосредственное отношение к офису президента украины зеленского это очень противно и неприятно наблюдать за тем что происходит вчерашний ролик позавчерашний ролик анатолия шария одесском приключения и забора материала нашего президента я оставлю внизу в описании вы можете его сами посмотреть сделать выводы если честно я обалдел от того что произошло вы же понимаете что это все делается нет просто так и это все нагнетается не просто так феномен шария он всех просто приводит в ступор а феномен этого феномен его очень простой он не врет он говорит правду ведь правда что когда владимир зеленский был кандидатом это была надежда то есть за него вот голосовали простые люди как за надежду а надежда надежда умерла между прочим я вам честно скажу мне голоса я не голосовал за порошенко но когда порошенко четырнадцатом году стал президентом у меня была такая надежда я был так вдохновлен и я себе сказал что это богатый человек ему не надо воровать ему не надо что-то махинировать его ему не надо ему нужно сделать так чтобы украина зажила хорошо чтобы народ зажил хорошо подправить чуть-чуть ведь насколько талантливых людей существует насколько вот со всей этой бедой коррупции бесправием беззаконием все равно есть хорошие люди все равно люди выживают все равно люди делают бизнес и и и живут у меня была такая надежда что ему не надо воровать но к сожалению этого не произошло и все мы видели как это пять лет происходило и я честно очень разочаровался когда зеленский начал выдвинул свою кандидатуру я отнесся к этому скептически но тем не менее за него голосовал через год мое разочарование удвоилось то что происходит сейчас это уже за гранью реальности то есть это сериал который на которую ты смотришь и просто поражаясь цинизму поражаясь этому плана кровью этой мерзости как люди могут себя так позиционировать и на что они готовы ради того чтобы достичь своей цели и убить другого уничтожить другого честно я этого не понимаю я не уверен что и вы это понимаете хотя если я ошибаюсь напишите внизу в комментариях что это не так что этому может быть какое-то не оправдание не знаю как это назвать лично я против любого насилия только законными методами только словом только делом ты можешь опять же вызвать уважение добиться любви и всенарожные славы ведь вот допустим андрея шевченко мы все любим не за то что он там феноменально богат не за то что а за за его игру на поле вот мы фанатеем за мухаммада али потому что он боксировал как к гений я до сих пор помню в своем детстве ну 10 его не в юношестве я уже был юношей когда тайсон начал боксировать я пытался смотреть каждый бой хотя это было рим лимитировано мы любим людей за действиям за то что они себя так позиционируют за то что они ведут за собой других людей а когда тайсон начал бухать он не смог боксировать все он уже не так интересен хотя его заслуги не уменьшаются но его звезда закатилась и он ее закатил когда он начал колодца грабить насиловать и так далее сел в тюрьму уже нет такой большой интерес к его фигуре возникает в хотя из другие из другой стороны люди есть которые захотят его любить ролик президента о поездке из одессы я тоже оставлю в описании внизу вы посмотрите на это шедевр и ролик который вышел сегодня у анатолия шария о заказном убийстве после разоблачения то есть сначала была тема отработка его разоблачения показать его богатым лицемерным и лживым на самом деле это вызывает только уважение потому что человек уехавший из украины с одной гривны в кармане или вообще без денег смог купить себе дорогие вещи дорогие жить так как ему нравится достичь успеха покупать люксовые машины и виллы квартиры и что там он мог себе позволить то это у меня вызывает только уважение я очень надеюсь что это вызывает у всех остальных людей тоже уважение потому что это непросто все кто были за границей знают что это непросто никто тебе просто так денег не дает никто твой талант не оценивает так как ты этого заслуживаешь как ты это видишь как ты этого хочешь всего нужно вываться самому всего абсолютно каждого рубля каждой копейки каждой гривне каждой песо все ты добиваешься сам только так ты строишь себя свою империю свою карьеру кто-то идет за грань и начинает делать махинации на этом попадается рано или поздно видели два дня назад бибиси раскрыла сеть более тысячи арестованных международная мафия по отмыванию денег наркотия золота и все равно рано или поздно тебя либо свои предают либо тебя находят кто-то из правоохранительных органов поэтому только честный труд только честная позиция перед собой и перед своими людьми перед своими избирателями избирателями делают анатолий и еще сильнее делает его еще богаче и делает его еще вдохнуть вдохнуть воодушевле воодушевленнее очень жаль что такое происходит в европейском государстве и очень жаль что это происходит моей стране я сожалею о том что происходит и я очень надеюсь что все подонки получат заслуженное наказание какие бы они не были хорошими тебе какими они не были святыми если ты делаешь пакост и за это должен ответить только так мы сможем построить общество в котором будет справедливость и просветание а на сегодня у меня все оставляю описание внизу к роликам смотрите комментируйте подписывайтесь на канал всем всего доброго здесь была только правда без